Все то, что длится века, однажды пройдет к своему логическому завершению. И мы об этом знаем. Особое благословение испытываю сегодня. Даже, знаете, вот стихи слушаю, которые сегодня звучат, и это проповеди. И так они подобраны, причем никто не убедился стерых выучить именно этот стих и именно сегодня его рассказать. Я называю эти моменты словами, что в церкви говорит Дух Святой. И человек, который способен понять, что он ложит нам на сердце и чего он от нас сегодня ждет, чтобы мы не оставались бесплодными. Понятно, в Кении будут свои люди, в Индии будут свои люди. У них личное отношение с Богом. Там, я уверен, случайных людей не бывает. Случайные люди проезжают на короткое время и опять уезжают. Но те люди, которые призваны Богом, они способны к жертвенной любви и абсолютному послушанию воли всемогущего Бога. И они там. Сегодня на этом месте есть все люди, которым не все равно, что будет в их жизни. Можно быть абсолютно довольным всем, что мы имеем, и настолько позволить своему сердцу обрасти туком, чтобы перестать быть восприимчивым к тому, что происходит в мире. Перестать любить, перестать заботиться. Но основная цель проповеди Евангелия Царства Божьего – это спасать взятых на смерть. Слава нашему Богу! Спасать, иметь желание помочь. Во что бы то ни стало, приложить усилия, чтобы помочь. И не только в вопросах жизни и смерти. Может быть, это будет касаться бытовых каких-то отношений между людьми. Но тем не менее, стремиться помочь. Просто так, бесплатно. Без мзды. Просто сказать, во имя Иисуса, я хочу Тебя благословить. Мы привыкли, живем в таком времени, в таком мире, когда все имеет свою цену. Все имеет. Даже время продается. И действительно, когда люди спрашивают, вам что с этого? Да ничего. А кто вот это? А это за свои деньги. Для чего? Да просто, чтобы вам было хорошо. А вам что с этого? Еще не знаю, но в небесах где-то, говорят, есть банк. Там вор не подкапывает, не крадет. Там не заржавеет. Оно где-то там есть. И сколько люди сегодня ищут, чтобы удовлетворить свою душу? Вот так, чтобы на сердце стало легко и радостно. И кто когда-то имел финансы, можете сказать, что это не радует. Так, чтобы душа пела и ликовала. Сегодня многие люди озадачены тем, чтобы как потратить эти деньги. Как удовольствие приобрести за эти деньги. Но верующие думают, как удовольствие, чтобы только не согрешить. Чтобы было удовольствие, но не грех. И знаете, эта грань, она стирается, стирается, стирается. Она становится все тоньше. Кто-то уже ходит просто по лезвию бритвы. Шаг влево, шаг вправо и все. И дорога, она настолько уже сужена. Если ты еще не чувствуешь, что твои ноги уже режут до крови, что по бритве ходить, это не свойственно христианам. Да, это узкая тропа, да, она усеяна терными шипами, но это путь, по которому даже если неопытный пойдет, не заблудится. Он не истоскуется там, потому что он имеет общение с Богом. А это общение ты за финансы не купишь. За отношения ты мне, я тебе ничего не получится. И этот стих, который читала сестра про слепого Вартемея, я очередной раз задумался о процессе исцеления этого человека. Что могло произойти с организмом этого человека, который уже закостенел в своей слепоте? Уже ничего нельзя сделать. Я уверен, если бы его сегодня взяли к светилам офтальмологов, они бы сказали, мы бессильны. Мы бессильны, мы ничего не можем сделать. Этот процесс уже запущенный, там спасения нет. Этот человек навсегда останется слепым. А в его жизни произошло. От того, что он громко кричал? От чего произошло это исцеление? От того, что Христос где-то рядом прошел? Там сошлось многое. Во-первых, вера этого человека. А во-вторых, святость Божья во Христе Иисусе, который принес свободу для всякого человека, кто призовет его имя. И это совпало. И это произошло. Слава нашему Господу. Многие из нас сегодня имеют вопрос к Богу, почему не исцеляется? Почему человек не способен получить освобождение? Я не раз, имея общение с людьми, ну, с таким контингентом, знаете, наркоман и алкоголик, они задают практический вопрос. Я все понимаю. Я все знаю. Но когда эта мысль давит на меня, я ничего не могу сделать. Я понимаю, что все это сильнее меня. Я хочу быть со Христом. Я хочу быть в небе. Я понимаю, что это грех. Но я ничего не могу сделать. Это сильнее меня. И знаете, братья и сестры, я понял, что тут моралями человеку не помочь. Тут нужен Дух. Дух Христов. Аллилуйя. Дух Святой. Он способен изменить. Я вспомнил одного брата нашего. Он, к сожалению или, может быть, к счастью, уже в вечности. Он прожил всего 37. Но, знаете, последние два года его жизни из наркомана, из опустившегося человека, брошенного никого не нужным, его заметил Христос там, где он был. В его притонах, живущего в своих беззакониях. Ему никто не мог помочь. Не те, которые занимаются выводом с этого состояния. Никакие лекарства, ничто не могло этому человеку помочь. И он сделал попытку. Он пришел к тем людям, которых он всегда ненавидел. Он сделал эту попытку, потому что у него была безысходность. Либо я умру, либо я воспользуюсь этим шансом, о котором мне говорят мои родные. Воспользуюсь этим шансом. И когда он попробовал, знаете, он провел здесь буквально пару дней, и потом сразу сказал, спасибо, вы мне помогли, до свидания. Когда вы начали уговаривать остаться, он сказал правду. Я вас ненавижу. Я ненавижу вас всех. Я не могу терпеть, когда вы молитесь на иных языках. Меня уж крутит, выворачивает. И знаете, с такой ненавистью это говорит. А в глазах его читалось, я очень хочу жить. И я очень хочу познать того, которым вы говорите. Но я не могу. Вы знаете, братья и сестры, когда братья молились за него, туда пришел Христос. Туда пришла благодать Духа Святого. Люди сами удивлялись от того, что творилось с ним, когда шла молитва. Никогда не видели, чтобы люди так потели, и после молитвы вокруг него была просто лужа воды, от того, что он ужасно потел. Но когда он поднял свои глаза, это был взгляд совершенно другого человека, освобожденного Богом. Аллилуйя. И первое, что он сделал, он позвонил своим домашним и сказал, все, что говорят эти люди, правда. Вам нужно срочно покаяться. Человек, который смотрел в глаза смерти, человек, который всю свою сознательную жизнь служил в сатане, убивая сам себя и убивая других, продавая им наркотики. Пришло время, братья и сестры, когда сошлось его жизни, Божье присутствие и его желание спастись. Может быть, твой разум сегодня противится. Твоя воля, она настолько ожесточена против всего, что происходит, ты в верующих усматриваешь массу недостатков. И можешь сказать, святых здесь нету, я по взгляду очей вижу, нету святых. Но на этом месте есть Бог, которого ты не видишь, а Он святой. Аллилуйя. И мы им живем и движемся и существуем. Он изменил наши жизни. Он проговорил однажды в наше сердце и открылся для нас, как Бог всемогущий. Аллилуйя. Для Него нет ничего невозможного. Мы люди притыкаемся, мы спотыкаемся и падаем, но Бог дает жизнь всякому человеку, который продолжает звать Иисус, Сын Давидов. Помилуй меня. И Он выходит навстречу. Слава нашему Богу. На сегодня утром был в собрании брат, который вышел с нашей церкви по месту жительства, просто переехал жить в другое место. И я тоже помню его свидетельство. Он тоже был наркоманом. И пришел в обычное воскресное служение. Мне его освобождение, меня просто потрясло. Ему когда-то сказали, что если ты придешь в такую церковь и выйдешь на покаяние, скажешь, Боже, прости, Бог тебя освободит от наркотиков. И когда люди стали стекаться к кафедре по призыву к покаянию, это думают, ну пойду, проверю, что мне сказали. У него не было ни особой веры, у него не было особых переживаний. Он просто пришел к Иисусу так, как есть. И сказал ему слова, которые ему когда-то сказали, что нужно сказать. Он сказал их и получил полную свободу. Слава Господу. И уже больше десяти лет он свободен. Без репцентров, без ничего. Бог пришел навстречу. Братья и сестры, Бог, о котором мы сегодня слышим, имя которого мы проповедуем с усердием, есть на этом месте. Аллилуйя. Он есть, он пришел сюда для того, чтобы слышать твою молитву, какая бы она ни была для тебя. Что бы ты переживал или что бы не отягощало свое сердце, он готов слушать, что ты будешь ему сегодня говорить в своей молитве. Он понимает твои мысли, он понимает твои переживания, он понимает твою борьбу, и он так хочет, чтобы ты сказал ему эти слова. Иисус, я без тебя не могу делать ничего. Я слышу, я понимаю, я знаю, что добро и зло, но я ничего не могу сделать со своей природой, потому что она греховна. Но Бог говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас, и он успешно производит это с твоим и моим сердцем. Возможно, твоя проблема сегодня не так уже и усугубилась, как у тех людей, которые реально борются со смертью. Возможно, у тебя надобности нету сегодня возвысить свой голос. Все у тебя хорошо. Зарплата, жена, дети, дом. Все прекрасно. Нету нужды поднимать свой голос к небу. Но Писание говорит, что есть нужда во всякое время. И Писание неоднократно говорит о таком слове «ныне». Ныне – это сейчас. Ныне – это прямо в этот самый момент. Есть возможность пережить то, чего ты никогда не переживал. Увидеть то, чего ты никогда не видел. И услышать Слово Божье так, что оно проникнет до разделения твоей души, составу и мозгов. И ты ощути, что Бог живой и Его Слово могущественно. Аллилуйя. Это не просто набор звуков. Это не просто взаимосвязанные слова, фразы, которые записаны в Священном Писании. Это Дух, который животворит. Я сочетаю Слово Божье, записанное в послании к евреям. Третья глава. Давайте с шестого стиха. «А Христос, как Сын, в доме Его, в доме Отца, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца». Смотрите, к чему обязывает нас Священное Писание. Мы должны что-то в твердости сохранить до конца, сохранить это, сберечь. Это не положить на полочку в серванте дома и всем показывать, это наша святыня. Это то, что ты носишь в своих глиняных сосудах. Может быть, ты почитаешь себя золотым, неважно. Но это сущность твоей веры, она есть, ее нужно сберечь. Если ты Его дом, брат и сестра, я сочетаю еще раз. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Я думаю, что мы все живущие во плоти иногда ощущаем сами в себе. Сегодня вроде бы как такое изобилие веры, вдохновение. Пришел к вечеру, уже ничего нет. Ладно, подожду, может, утром придет, помолюсь теми словами, которые молился в собрании. Утром начинаешь молиться, ничего. Ладно, вспомню слова проповедника. Помолился, ничего не происходит. Где Бог? Где тот Бог, который касался моего сердца? Неужели тебя не устраивает молитва в Артемея? Я не раз молюсь этими словами. Иисус, Сын Давидов. Но оказывается, не в словах или не в цитатах Священного Писания есть пробуждение души человеческой. Но что-то на уровне твоего духа. Где-то там внутри, в глубине твоей души, то, что от Бога. То, что тебя сегодня не оставляет в покое. То, что каждый раз в твоих поисках говорит, нет, нет, не этого я искал от тебя. Не этого я хотел, чтобы ты принес пред мой престол. Я хочу видеть твое упование. Я хочу видеть твою веру. Но мне, Боже, так тяжело. Этот крест, он такой неудобный. Он так режет мою выю. Мне так сложно идти. Я не могу пройти, где я хожу обычно. Но Бог знает твои пути. И Он знает тот путь, на котором Он хочет тебя видеть. Сможешь сохранить это упование до конца? Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет? Оказывается, люди, которые способны замечать дела Божьи, но попробуй не заметить эти дела. Когда море перед тобой расступается, и ты по-сухому проходишь туда, на другую сторону. И враг, который тебя преследовал, он погребен в пучине морской и больше перестает тебе докучать. Ты свободен. Дорога пространна, с тобой и Бог. Смотрите, Он в столпе облачном. Он останавливается. Мы остановились. Смотрите, Скиния собрания. Смотрите, как говорит Моисей. Это человек некнижный. Он косноязычный. Он не может так разговаривать. Пусть Аарон изъясняет, но этот человек Бога знает и говорит под вдохновением от Бога. И вся жизнь человека, видящее состояние праведника, уповающего на Бога, она неизменно должна преображаться. Почему не можем стать подобными Ему? Почему не можем стать там возле Скинии, стоять ни с огорчением и ни с мыслями? Почему Он говорит, такой великий стал, миллионами командовать? А я красноречивый, учился, там знаю Слово Господне. Почему я не могу? А у Бога времена и сроки, и Он знает путь. Брат и сестра, Он знает твое сердце. Он знает, с каким намерением ты делаешь добро. Он знает, с каким намерением ты приходишь в собрание. Какие цели ты имеешь пред собой? И если эти цели не угодны священному Богу, все это станет миражом. Это просто напрасно потраченное время. Красивые замки, красивые цели, вожделенные. Но когда ты приходишь к этому моменту, когда вдруг оно становится, ты можешь его осязать, понимая, что не это есть то, чего ждал от тебя Господь. И Бог не хочет, чтобы Его народ становился материальным, чтобы Его народ помнил. Мы странники и пришельцы на этой земле. И наша цель не земное, а там в небесах. Аллилуйя! Аллилуйя! Там, где золотые тротуары, там, где жемчужные врата, там, где сонмы святых в белых одеждах, славят всемогущего Бога. Там, где хочет видеть тебя в вечности наш Бог. Аллилуйя! Который не пожалел Сына Своего Единородного, дабы ты и я сегодня были спасены и были омыты Его кровью. Я дальше прочитаю, продолжаю читать. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Если бы это место Писания было важно для евреев, которые шли с Египта, зачем автор послания употребляет его в Новом Завете? Зачем это слово звучит сегодня в нашем собрании? «Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Что должно произойти с нашим внутренним человеком, человеком, который живет и движется и существует Богом? Человеком, который рожден от Духа Божьего? Человек, который желает жить вечно в присутствии Божьем? Что со мной не так? И что за борьба должна состояться в моей душе, в моей молитве, в моей духовной брани, в моем посвящении, в моей жертвенности, для того, чтобы мне не утратить всего того, что я имею сегодня? А может и сегодня уже недостаточно для того, чтобы небо открывалось? А может уже сегодня проблема с тем, чтобы быть исполненным Духом Святым? Для того, чтобы твои глаза видели ясно Бога твоего и ухо твое слышало голос Духа Святого, который непрестанно обличает тебя и говорит, «Остановись! Я не на этот путь ставил тебя, я хочу видеть тебя в вином месте, я хочу видеть тебя склоненными коленями, я хочу видеть тебя, читающим Божье Слово и молящимся Духом». Слово Божье, братья и сестры, оно неизменно. И если оно издревле говорило в пророках, оно сегодня говорит нам Духом Святым через это послание Иисуса Христа для каждого из нас. В нашей жизни должно что-то совершаться, в нашей жизни должно что-то происходить. Ты не можешь жить свидетельством других людей, ты должен стать сам свидетельством Божьей любви в твоей жизни. Аллилуйя, Аллилуйя, в твоих личных взаимоотношениях с Богом, как Бог приходит к тебе на молитву, как Он склоняет или преклоняет свое ухо, чтобы услышать, что ты говоришь там в тайной своей комнате, соседи тебя не слышат, жена тебя не слышит, но ты молишься живому Богу и Он слышит искренний голос твоего сердца, которым ты признаешься в своих недостатках. Нужно ли об этом говорить Богу? Кто-то может сказать, да Он и так знает, какой я. знает, но когда ты признаешь себя таковым, которым ты прячешь внутри своего сердца себя от всех остальных, прячешь свой грех, прячешь свое беззаконие, не желая признаться, зовут на покаяние, вперед, да что Он меня на месте не видит. Да видит тебя Бог на месте и видит тебя, когда ты грешишь очередной раз и когда ты потом ищешь выхода из положения, потому что теряешь все то драгоценное, ради чего стоило жить тебе с дня твоего покаяния, с дня твоей встречи с Богом, которую ты четко помнишь, но этих отношений уже недостаточно. Бог ждет тебя там, куда просто ты можешь зайти один на один с Ним. Не надо посредников, Он и ты, твое сердце и Его дух, твоя проблема и Его исцеление для твоей бессмертной души. И как только ты поймешь, это время твоего мучения может остановиться, просто в мгновение. Не думай, как это может произойти. Это произойдет так, как видит Христос. Аллилуйя. И Он знает, как дать тебе свободу. Не познали, заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И первый признак, братья и сестры, обольщение грехом, когда сердце человека начинает ожесточаться. Когда сердце человека начинает ожесточаться, когда из уста говорят просто надменно, злоречиво, когда постоянно проявление духа недовольства. И то не так, и это не так. Это первый признак того, что человек находится в обольщении, он не способен уже услышать голос Духа Святого, он не способен остановиться и сам себе сказать стоп, вспомни, брат и сестра, это слово, когда будешь молиться. Ныне, братья и сестры, ныне, сейчас, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И может быть, ты думаешь, и сегодня, в этом воскресном, вечернем богослужении, я справлюсь. Я же как-то прожил до этого времени. Я справлюсь. Я выйду очередной раз. Знаете, братья и сестры, дьявол очень хитер, очень хитер. И если он смог обольстить первых людей, которые понятия не имели, что такое грех, у них не было, знаете, таких ярких вспышек, беззаконий, на которые они могли бы отреагировать и пойти вслед за этим, как ныне имеете вы. Но это дерево, мимо которого они ходили многократно, которое вообще их не интересовало. Но нет, так нет. Столько деревьев в Эдемском саду. Будем есть от них. Какие проблемы? И вдруг это дерево становится вожделенным. Брат и сестра, то, зачем ты сегодня последовал, то, что сегодня ожесточает свое сердце, посмотри, понаблюдай. И если ты действительно ожесточаешься, ты борешься с грехом, и день, и два, и месяц, возможно, годы, и у тебя ничего не выходит, и твое сердце ожесточается, ты обольщаешься грехом. Тебе нужен Христос. Аллилуйя. И Он не изменен в своей любви. Он способен услышать твою молитву. Он способен услышать твое обращение, если действительно хочешь жить свято, если ты действительно желаешь быть в присутствии Господнем. Да, это будет звучать в укор тебе. Тебе придется расстаться с тем, что ты полюбил. С тем, что сегодня занимает большую часть твоего времени. Но это ради того, чтобы будущее твое было светлым. Аллилуйя. Чтобы вечность твоя была со Христом, а не в преисподней. Братья и сестры, сегодня время спасения, сегодня время обращения к Богу, время рассуждения над тем, что происходит в моей жизни. Невозможно быть поверхностным христианином со словами «Ты довольна с меня? Что я там? У меня и талантов никаких нету, и даров. Пусть служат те, у кого есть». Мы слышали сегодня об этом. Твоя тихая молитва и твое желание быть полезным в служении Иисусу может быть услышано в небесах. И все твое представление о христианстве может измениться, как было сегодня уже сказано, радикально. Не жди бича, он может прийти. Не жди проблемы, с которой тебе придется сражаться. Бог будет ставить тебя в такие положения, в которых ты будешь нуждаться в прорыве, в выходе из них. Так не может больше продолжаться. Невозможно христианину плыть по течению. Верующий человек, знающий Бога, способен стоять над обстоятельствами и побеждать их. Мы можем сегодня относиться к тому, насколько мы, или рассуждать о том, насколько мы познали Бога. Наши дела говорят о том, вы знаете, братья и сестры, очень часто посвящение человеку Богу очень видно в его жертвенности. Насколько человек жертвенный Богу. Насколько он способен свое самое ценное, что у него есть. Я сейчас не про деньги. Твоя жизнь, твоя душа. Кто не пощадит души своей? Аллилуйя. Кто не пожалеет своей души? Ради Христа, ради проповеди Евангелия. Кто способен будет, исполнившись Духа Святого, стать в проломе за церковь, за голубицу, за того человека, который сегодня в беззакониях своих умирает. Он никому не нужен, ни маме, ни папе, ни государству. Но он нужен Христу. Аллилуйя. И их стоит заметить. Мы сейчас служим детям, которых привезли со Славянска. Это где-то порядка 50 человек. И там есть люди, которые, некоторые с мамами приехали, детки маленькие, там целыми семьи, по пять, по шесть детей в семье. Другой раз и без родителей. Родители остались там, а кто-то с мамой приехал. И вы знаете, неверующие люди, которые Бога никогда не знали. Они со слезами на глазах говорят об Украине, о Киеве, о киевлянах, о верующих людях, которым не все равно, что происходит с этими детьми. Их просто взяли бесплатно, без ничего. Их кормят, поят, содержат, одевают, дают крышу над головой. И дети, которые месяц всего лишь находятся здесь, вы знаете, мы беседовали так на библейские темы, они настолько впитывают это слово, братья и сестры. Они говорят цитатами. Я не знаю, есть ли какая новозаветная история, которую бы они не смогли бы повторить. О чем там речь? Люди, которые никогда не читали Божье Слово. И я понимаю, что это милость от Бога. Слава Иисусу! Люди, которые приходят от войны, людей, которых забирают от брани, которые ценят жизнью, они ищут того, который даятель жизни. Аллилуйя! Они не ищут людей, которые помогают им, но ищут тех, кто этих людей, того, кто этих людей прислал к ним для того, чтобы им иметь узы любви, а воочи, в присутствии Отца Небесного. Я, может быть, для кого-то скажу банальные слова, но я в них убежден. Бог есть. Бог живой. И Бог есть на этом месте. И рядом с тобою. И Он готов услышать твою молитву и твое обращение к Нему. Потому что любит брат и сестра. Он любит тебя. И Он все сделал для того, чтобы ты сегодня жил. Для того, чтобы ты сегодня наслаждался в присутствии Божьем. Ты не зря живешь. Ты узнал Всевышнего. Ты последовал за Ним. И если сегодня есть этот горький корень, который не дает тебе спокойно дышать, который обличает тебя в твоем невежестве, в твоем предательстве, в твоем беззаконии, есть время молитвы. И мы посвятим себя для этого. Давайте встанем для молитвы. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.